Новый и по сути первый созданный в Советском Союзе пистолетный патрон 7,62 на 25 мм был принят на вооружение в 1930 году. Под эти патроны и создавались новые пистолеты для Красной Армии. В результате конкурса, проведённого в конце 20-х годов, лучшим был признан пистолет Токарева. В 1930 году под наименованием ТТ он поступил на вооружение Красной Армии. Опыта создания подобного оружия, да и собственно школы конструкторов-оружейников в то время в стране не было. В своём пистолете Токарев использовал конструктивные решения Джона Браунинга. Но по сравнению с пистолетом Браунинга, конструкция пистолета Токарева была проще. Во многом это было сделано для того, чтобы обеспечить возможность производства ТТ на отечественных заводах. Пистолет системы Токарева, знаменитый ТТ, стал первым отечественным образцом пистолета, созданного специально для армии. После доработки ТТ получил официальное наименование «Пистолет образца 1933 года». Наряду с револьвером «Наган» он стал основным личным оружием офицеров Красной Армии. Пистолет Токарева ТТ. Патрон 7,62 на 25 миллиметров. Длина пистолета 196 миллиметров. Масса со снаряжённым магазином 910 граммов. Ёмкость магазина 8 патронов. Начальная скорость пули 420 метров в секунду. Своей славой ТТ обязан в первую очередь мощному пистолетному патрону образца 1930 года. Выбран такой патрон был и потому, что его планировали использовать и в перспективных пистолетах-пулемётах. Под патрон образца 1930 года создано легендарное оружие Великой Отечественной – пистолеты-пулемёты Дегтярёва, Шпагина и Судаева. Эти пистолеты-пулемёты прославились благодаря многим своим достоинствам. Одна из главных причин успеха – всё тот же удачный пистолетный патрон. Он обеспечивал хорошую кучность стрельбы и высокое пробивное действие пули. Пробивное действие пули принято оценивать по толщине пробиваемой преграды с того или иного расстояния. Проведём сравнительное испытание револьвера «Наган» и пистолета ТТ. В качестве мишени – вот такой блок из семи сосновых досок общей толщиной 18 сантиметров. Стрелять по нему мы будем с 10 метров. Пробоины от «Нагана». Глубина пробития 5 сантиметров. Две дюймовые доски пробиты насквозь. Пробоины от ТТ. Проверяем глубину пробития. Шомпол дальше не идёт. Посмотрим сзади. Сквозное пробитие. При том, что калибр «Нагана» и ТТ одинаков, пробивное действие пули и пистолета ТТ гораздо выше. Чтобы понять, почему так происходит, вспомним школьный курс физики. Высокое пробивное действие обеспечивается значительной энергией пули. Энергия пули определяется известной формулой «МВ квадрат пополам». И если масса пули «Нагана» и ТТ примерно одинакова, то скорость пули ТТ гораздо выше. А увеличение скорости пули при прочих равных достигается большим количеством порохового заряда. У патронов ТТ он почти вдвое больше. Все эти характеристики и определяют мощность патрона. Благодаря своей простоте, надёжности и мощному патрону, ТТ снискал себе славу и у военных, и у сотрудников правоохранительных органов. В начале 90-х по тем же причинам ТТ был популярен и в криминальном мире. Достать его на чёрном рынке было несложно, да и стоил он недорого. Тульский Токарев, он же ТТ, сегодня один. Извини, очень быстро разбирают. Но вот есть «Наган», но совсем ненадёжный. Время. Стащил его ударный механизм. Винтовки Мосина, я думаю, вас не заинтересуют. Слушай, а откуда всё это? Эхо войны. ТТ – удачный пистолет. Но всё же он не был лишён недостатков. Ударом в спусковом механизме этого пистолета отсутствует такая деталь, как предохранитель. При необходимости прекращения стрельбы, крок ставился на предохранительный взвод. А при необходимости продолжения стрельбы, крок взводился, и стрельба продолжалась. Некоторые относят к недостатку отсутствия предохранителя. Тем более, что в меморайной литературе описывались случаи, когда при заведённом курке и случайном падении пистолета мог произойти непроизвольный выстрел. Одним из недостатков пистолета ТТ считалась потеря магазина, которая могла произойти при случайном нажатии на защёлку магазина. Продолжение следует...